доброго времени суток youtube уважаемое психологическое комьюнити года три назад я снимал уже видео по этому вопросу и тут вновь столкнулся с нечто подобным в том предыдущем далеком видео я говорил о том что нами был выявлен так скажем да то есть найден рассчитан такой закон на наших цифрах на наших базах данных все это было выражено в цифрах в графиках диаграммах и так далее и вновь эта тема мне показалась актуальной а тема следующая мы создали выявили некий психологический закон то есть именно речь идет не каких-то там конкретных вещах и событиях а именно о людях которые с этим связаны а именно о системе министерства внутренних дел на тот момент милиции на данный момент у нас речь идет о полиции и этот закон для полиции наверное приобретает все большую большую актуальность как тогда для милиции так и сейчас для полиции звучит он следующим образом легко запомнить просто понятно и легко запомнить закон звучит как о-у-о и расшифровывается этот закон следующим образом это обман угроза оскорбления именно вот в такой последовательности не как-то по-другому процентном соотношении по нашим расчетам примерно в 90 процентах случаев именно такая последовательность присутствует в общении с сотрудниками полиции именно сначала мы слышим с вами обман затем мы слышим с вами угрозу а затем мы слышим с вами оскорбление это безотносительно к настоящей ситуации в россии все прекрасно понимают о чем я говорю речь идет именно о психологическом законе выстроенном нами просчитанном на статистической выборке порядка тысячи человек мы сделали определенные рода анкеты запросы тестирование и так далее было это года три назад можете кому интересно посмотреть то предыдущее видео обман угроза оскорбления именно та последовательность с которой мы с вами сталкиваемся уважаемые зрители слушатели моего канала когда говорим о сотрудниках правопорядка это узаконенные бандиты единственный от них плюс в том что у них есть на плечах погоны мы сразу их из толпы можем выделить увидеть понять их и так далее хуже когда погон на них нет и в два раза происходит еще хуже мы слышим от них обман угрозу и оскорбление и вдруг вот неожиданно у нас это снова тема в лаборатории мы провели небольшое социологическое анкетирование и вновь столкнулись с оценками граждан как именно подходе к людям в отношении к людям со стороны органов правопорядка обман угроза оскорбления долго мы рассуждали дискутировали внутри лаборатории но в 90 процентах случаях именно такая последовательность сначала мы посчитали у нас получилось там была небольшая выборка порядка семидесяти процентов вот такая последовательность то есть речь идет о том что мы можем поменять местами и допустим создать так написать угроза оскорбление обман или наоборот как-то оскорбление обман угроза но в большинстве случаев что очень интересно и подтверждено статистическими данными именно вот такая последовательность обман я подчеркиваю этот момент обман угроза оскорбления вот то как взаимодействуют простые граждане с органами правопорядка полицейскими прошлом милиции с министерством сотрудниками министерства внутренних дел вот такое небольшое видео актуальное на данный момент как никогда то что мы с вами наблюдаем в российской федерации на данный момент а эта тема как три года назад была для меня и для моих сотрудников актуальны и мы проводили эти исследования так и сейчас она приобретают огромную большую значимость на этом все благодарю за внимание и удачи вам